Всем привет, с вами Тори-чан! Сегодня я покажу вам нашу дачу в Японии или по-модному виллу. Идемте! Сразу у входа находится генкан, вот такая вот прихожая, с очень симпатичной подсветкой и вот такой вот ступенечкой. В любом доме в Японии, неважно, это дом сделан в японском стиле или в европейском, есть вот такой вот вход. К сожалению, это не наша дача, это домик, который мы сняли на пару дней, чтобы убежать от суматохи большого города. Недвижимость в Японии очень дорогая, а землю задаром не дают, поэтому дача это роскошь, которую не каждый японец может себе позволить. Еще одна причина, по которой в Японии не популярно иметь дачу, то что у японцев очень короткие отпускные. Если вы работаете в японской фирме, то ваши отпускные это 14-20 дней в год, они же и больничные, поэтому 2-3 недели на даче не проведешь. Поэтому многие японцы, как и мы, снимают дачу у тех, кто владеет дачей на короткий период, допустим, на 2-3 дня. Можно снять домик в горах или у моря. Дом, который мы сняли всего в 1 минуте от пляжа. Это именно летняя дача, которой владелец пользуется сам, а также сдает ее желающим. А с этой стороны у нас наканива, вот такой вот небольшой внутренний садик. И сразу у входа ванная комната, довольно просторная для Японии, даже для дачи. Один умывальник, стиральная машинка, к сожалению, без сушки. А здесь у нас ванна. В Японии почти всегда ванны выглядят вот так вот. С этой стороны у нас душ, место, где моешься. А с этой стороны сама ванна. Она довольно короткая. В Японии все ванны короткие, но очень глубокие. Поэтому, когда ты в ней сидишь, тебе вода по плечи. Очень классно. Очень нравится, что в этой ванной вот такой вот вид на внутренний дворик. Выходим из ванной и идем дальше по коридору. Здесь у нас находится ващицу. Комната в японском стиле. Как видите, пол сделан из татами. Татами. Здесь можно принимать гостей или даже спать. В этом большом шкафу находятся фтон. Вот такие вот матрасы, которые можно расстелить здесь на полу. И спать, кто хочет спать на полу. Идем дальше. Здесь у нас находится туалет. Самый обычный туалет. И с этой стороны еще одна комната. Здесь мы слушаем сейчас вещи. Здесь стоят две кровати, так что не нужно спать на полу, если вам не хочется. Есть белье, так что можно все расстелить, как вам нравится. Сегодня очень ветрено, к сожалению. Когда погода хорошая, можно в этом дворике жарить барбекю. Идемте дальше. Напротив японской комнаты находится лестница на второй этаж. Довольно просторная гостиная с очень красивым видом на пляж. Здесь тоже есть вот такой балкончик, можно на нем сидеть. Стоимость этого домика 112 долларов в сутки, что очень дешево в сравнении с отелями в Японии. Остановиться в небольшом однокомнатном номере отеля в Японии будет стоить от 80 долларов за человека. Даже если вы останавливаетесь в одной комнате, нужно будет платить за двоих. То есть 160 долларов. А здесь целый дом, где может поместиться 8 человек. Здесь есть доступ к бесплатному Netflix и интернету. А также кухня с небольшой барной стойкой. Довольно большая кухня для Японии, кстати. Все необходимое для жизни. Сахар, соль, чай, кофе, чайник, кофемашинка, IH-плита, гриль. Японцы любят жарить рыбку или мясо на таком гриле. И даже небольшая посудомоечная машинка. Посуда, которую можно использовать для готовки. Тостер, микроволновка и рисоварка, конечно же, куда же без нее. А также вот такой вот небольшой холодильник. В отличие от отеля, здесь есть все необходимое для готовки, что позволяет питаться как местные жители и хорошо сэкономить на еде. Идемте дальше. Здесь у нас еще один туалет. Этот туалет уже получше, более современный, с разными видами подмываний, как обычно в Японии. И здесь у нас еще одна комната, тоже спальная комната, с небольшим местом для работы, где Изуми сейчас работает. И здесь три кровати. В Японии популярно не только снимать дачу на определенный сезон, но и дача по подписке, так называемые share villa. А есть ли у вас дача и как часто вы туда ездите? Жду ваших комментариев. Всем пока!